Сегодня в стране идет поэтапное увеличение пенсионного возраста. Закончится он в 2028 году. За это время возраст пенсионеров вырастет на 5 лет. Для женщин 60, для мужчин 65. Те, кто проработал на Севере 15 лет для женщин и 20 для мужчин, будут, как и раньше, иметь возможность выйти на заслуженный отдых раньше на 5 лет. Для женщин с двумя детьми есть еще одна льгота. Для женщин, проработавших на Севере 12 лет, имеющих двоих детей, останется все без изменений. Они будут уходить на пенсию в 50 лет. Кстати, увеличить свою будущую пенсию женщинам, у которых есть дети, можно за счет материнского капитала. Это одно из направлений его использования. В этом случае мамочка, если решила, допустим, свои средства, которые находятся у нее, направить на получение пенсии, для этого ей нужно написать заявление в направлении данных денежных средств. Накопление на будущую пенсию можно сделать и самостоятельно. Для этого есть добровольные программы пенсионного страхования. Это личные взносы граждан, которые также будут выплачиваться при выходе на пенсию. Как показал наш маленький опрос, не все губкинцы задумываются о том, чтобы увеличить свой доход на заслуженном отдыхе. У меня организация делает для меня все возможное. Нет, как-то я не задумываюсь пока. Нет, то, что ее можно увеличить, я не знаю. В принципе, я сейчас сама на пенсии, я получаю то, что я заработала. Основные правила увеличения будущей пенсии для всех одинаковые и просты. Первое – это белая зарплата. Работодатель перечисляет пенсионный фонд 16% именно от официального дохода. А это формирует лицевой счет будущего пенсионера и начисленные баллы. Не менее важен и трудовой стаж. С 2024 года для пенсии по старости нужно будет не меньше 15 лет. При этом, чем дольше официально работаешь, тем больше баллов можно накопить. Если гражданин обращается за назначением пенсии после даты возникновения на нее, то на пенсию начисляются премиальные коэффициенты. К примеру, если гражданин обратился за назначением пенсии через 5 лет после возникновения права на нее, то пенсия увеличится на 40%. Не менее важно для будущей пенсии контролировать состояние своего счета. Это можно сделать в личном кабинете на портале Госуслуг. Также полезно знать о количестве накопленных баллов. Кстати, с 2021 года 45-летним россиянам эта информация будет приходить в виде письма. Также на портале Госуслуг. Сабина Лемарова, Данила Индюков, Руслан Утанов. Новости Губкинского.